Салют пипал, с вами Хьюман, и тут ребятушки из компикс мне подогнали центральный процессор Селерончик нового поколения, но бюджетники, и сказали, покуда я все тесты не сделаю, никто меня никуда не отпустит, ни покушать, ни в качалочку. Но поскольку я люблю и то и другое, то сегодня будем этим и заниматься. А пока, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Предлагаю начать с технических характеристик, чтобы мы понимали вообще о чем идет речь. Да, здесь у нас всего лишь два ядра в центральном процессоре, но это Golden Cough. И нам придется узнать, эти ядра реально настолько крутые, потому что они по техническим соотношениям в некоторых тестах увидим, что ну по большому счету как у флагманов, но их тут всего два. Так это Golden Cough магия какая-то или все-таки обычные ядра, которые все-таки даже в количестве двух не подойдут. Так вот, на борту у данного красавца всего два ядра с 10-нанометровым техпроцессом. Плюс камушек не обладает функцией хайпертрейдинг, зато его первичная розничная цена составляет всего лишь 42 бакса, а это приятно. Ну и я полагаю, вы не удивитесь, что у процессора напрочь отсутствует технология Intel Boost. Рабочая же частота CPU-шки составляет 3,5 ГГц. Грубо говоря, это самый низкий уровень процессоров Intel Alder Lake. И как я сказал, у нас два ядра Golden Cough. Частота тут 3,4 ГГц, 4 МБ смарт-кэш и 2,5 МБ кэш-памяти L2. Просто поддерживает память DDR4 на 3200 и, да, не удивляйтесь, но и DDR5 на 4800 с двухканальным интерфейсом. Встройка тут тоже присутствует, поскольку это у нас все-таки APU-шка. И здесь Intel Ultra HD Graphics 710, который имеет ускорение до 1,3 ГГц и 16 EU. А общая TDP-шка составляет на 46 ватт. Еще парочку слов буквально об общедоступных тестах, которые касаются Geekbench и телепортируемся с вами в тестовую студию. Опираясь на уже общедоступный Geekbench, Proz набрал 1391 балл и 1408 в одноядерном тесте. И чтобы вы понимали, тот же 10900K Comet Lake в среднем набирал 1393 балла, а это по большому счету одно и то же. Так что сей плебейский Celeron G6900 находится на одном уровне с Core i9-10900K. Ну, если мы рассматриваем их в одноядерной производительности, само собой. А в сравнении с процессорами от AMD, Celeron был медленнее всего лишь на 5%, ну, на примере того же Ryzen 5 5600G. И, кстати, старшего брата 5700G я рассматривал также тогда в тестах, мы там делали разгон и так далее. Кому интересно, можете взглянуть. Ну и в целом, естественно, я напоминаю, что здесь речь именно об одноядерной производительности. В многоядерной выиграть невозможно, ну, потому что невозможно конкурировать, когда в борту всего два ядра против 6, 8, 12 и 20, условно говоря. То есть это, ну, это физически нереально. И я напомню, что тот же AMD-шный камень у нас стоит на архитектуре Zen 3 с частотой 4,4 ГГц. Это я к тому, что тот же Ryzen 7 3800XT на Zen 2 и с частотой 4,7 ГГц оказался немного медленнее того же Celeron. Так, что касается тестового стенда. На борту, ну, само собой, Celeron G6900, подключенный через новейший сокет LGA1700. Мать у нас тоже не менее крутая, это Asus Prime B660M-KD4. Дискретная видеокарточка, и да, без нее я что-то немножко очковал запускать ПК. В итоге это малыха GTX 1650 с графическим процессором TU-117 и одноранговые разогнанные балики до 3200. Все, с гикбенчем есть, тестовый стенд знаем, погнали. Первая батла, Full HD и ультра. Да, ультра на Celeron оказались посильны, и как же забавно, что это была первая игрушка в тесте, потому что именно она ввела меня в заблуждение. Ну, так или иначе, у нас выходило в среднем 53 кадра, и ЦПшка была загружена на все 100%. Следующая игрушка, Control, она, к сожалению, даже не запустилась, как бы я ни старался. Ну, ребятки, сорян, показать нечего, даже загрузочный экран наш ЦП не осилил. Третья игрушка, Cyberpunk, работает только игровое меню. Игра сразу же тухнет в черный экран и не запускается на максималках. Ну и тут кто-то скажет, так а максималки-то зачем? Да потому что то же самое на минималках, черный экран и что делаю, что не делаю, ничего не происходит. При этом ЦПшка, естественно, загружена на 100% и никаких посильных изменений. Days Gone, не шибко новая игрушка и запустилась на ультрах. 30 FPS и со статтерами. Ну, скажем честно, играть невозможно. А потом в момент вообще игра вылетела. Я, конечно, это скинул, что может быть OBS кологануло и типа вот зацепило Cyberpunk, но тем не менее. Ну и в итоге, если все-таки графику подкрутить, там, на минималку вместо ультра, то да, немножко плавнее, но не особо. Статтеров также много, вылетов, конечно, не было. Но, ребятки, это капец катать в такую игрушку на минималках в 30 FPS. Пятая игра, это Hitman 3, базовые настройки графики, стартовый экран загрузки статтерил и потом все. Просто завис. Даже без записи экрана. В среднем это 0 или 1 FPS. Я даже скипнуть ничего не смог. Просто чтоб дойти до игры помимо заставки. 6 игрушка Resident Evil CLO. К сожалению, тоже безрезультатная. Игра вообще не запустилась. Cyberpunk хоть нам меню показал, а тут как вот ситуация с контролом. Даже настройки не дали посмотреть. Предпоследняя игрушка это Ларка. Shadow of the Tomb Raider. Как обычно, самые любимые тесты. Я думал, что просто уже сразу можно будет заказывать место на кладбище. И я практически угадал. Потому что игра просто не запустилась. Ну и моя последняя надежда была на третий Resident. Это ремейк. С потугами мы начали стартовый экран, а потом все. Подохли и на этом все. Ну, по выводам скажу так. Это неприятно звучит. Но данный камень явно не годен для игр. И даже на борту с 1650 нашей красавицы GTX все равно. В основном съедалась именно нагрузка на камни. Ну, в целом, что мы получаем. Камень, как бы грустно это не звучало, для игр вовсе не годен. Причем это что с интегрированной графикой отдельно. Что даже вот как на борту у нас было 1650. Он не вытягивает нынешние тайты, которые хочется поиграть. Ну, только если вы не мазохист. Там в определенных играх с определенным фпс вас устраивает. То да, может быть. То есть нет смысла брать бюджетный камень на новом сокете. Тем более учтите, что вам придется покупать и новую материнскую плату. И если вы еще возьмете материнку с DDR5, которая вообще, извините меня, не всралась этому бюджетному камню. Кто бы что не говорил, что типа должны быть там высокие частоты, с чем я согласен. Естественно, в АЗУшке, чтобы интеграшка лучше себя проявлялась. Собственно весь APU. Да, но не в этом случае. Это будет очень дорого и не рентабельно. То есть не нужно переплачивать за камень. Ну, если вдруг решили, окей. Но явно не переплачьте за материнские платы для этих камней. И уж тем более не переплачьте за DDR5 сейчас. Через год, полтора-два может быть. А вот для базовых офисных задач или серфинга в интернете. И, в принципе, и того и другого сразу. Очень даже, в принципе, и подойдет. Ну, если у вас там незатейливые 200 вкладок, условно говоря, в браузере. Как я обычно люблю это говорить. Ну, ребятки, на этом у меня для вас все. Я надеюсь, вы сделали корректные, правильные выводы по поводу данного центрального процессора с интеграшкой. Пишите свое мнение, что вы об этом думаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок